О том, что на Луне происходят удивительные вещи, люди знали давно. К середине 20 века у астрономов накопилось огромное количество загадочных лунных наблюдений. Что за непонятные образования на лунной поверхности, похожие на руины древних городов? Их обнаружили астрономы еще в 19 веке. А в наше время американский исследователь Стив Трой разглядел на снимке луну Арбитера-3 странный объект размером 4 на 4 километра. Он находится в районе кратера Гортензий и также напоминает древние руины. Его так и назвали, Ерихон. Что это может быть? Остатки древних баз? Следы от деятельности разумных существ, когда-то посещавших Луну. Вот два снимка. Один сделан на Земле. Это руины Ашура, древние столицы Ассирии. А вот снимок района кратера Коперник, сделанный экипажем Аполлона-16. Не правда ли очень похоже? Те же полузасыпанные прямоугольники. Так вполне могут выглядеть поверхностные сооружения, которые постепенно разрушаются и осыпаются. Загадочная яма была сфотографирована с борта Аполлона-15. Она похожа на отпечаток каблука, но огромного, размером в 3 километра. Необычную деталь исследовали стереоскопические. Оказалось, что ее глубина несколько десятков метров. В ней нет кратеров. А это значит, что провал появился позже, чем море застывшей лавы вокруг него. Ряд ученых считает, что некоторые углубления связаны с естественными полостями под поверхностью Луны. Эти пустоты могли остаться после древнего истечения вулканической лавы. Они весьма удобны для размещения в них лунных баз. Толстый слой породы надежно предохранит поселенцев от радиоактивности и метеоритной бомбардировки. Да и перепады температур будут там не так чувствоваться, как на поверхности. Российские и американские ученые уже давно проектируют такие базы, поскольку считают, что Луна — удобный трамплин к звездам и стратегически важная исследовательская платформа. Но согласитесь, она может быть удобной базой и для других разумных существ. И не исключено, что они в свое время тоже додумались использовать подлунные полости безопасно и экономично. Я думаю, что это в свое время для них была перевалочной базой и сырьевой базой. И в то же время это база, через которую можно осуществлять, пока невидимые, пока человечество не развилось, невидимые воздействия на сознание людей, и в том числе участвовать в мониторинге развития человечества на Земле. В разных районах Луны обнаружены и другие необычные ямы и провалы. Странно, но у них прямые углы. Очевидно, что это не воронки от метеоритов и не вулканические кратеры. Происхождение их совершенно непонятно. Создается такое впечатление, что кто-то занимается выработками грунта лунного, что-то добывается, возможно, полезные ископаемые. А вот что докладывал по радиусу Луны Чарльз Дьюк, астронавт Аполлона-16. Но на 90% выслана блоками метров до 5 в поперечнике. Они тянутся вверх по валу в двух направлениях. Много неясного. Сами астронавты не понимают того, что видят. Очень похоже на следы разумной деятельности. Что за блоки, которыми вымощен кратер? Не на такой ли блок 14 февраля 1973 года наткнулся советский луноход-2? О странной находке на следующий день западному читателю сообщило наше агентство новости. Это была необычно твердая и гладкая плита длиной около метра, похожая на панель современного дома. Этот монолит явно не имел ничего общего с разбросанными вокруг камнями. Было решено исследовать ее химический состав и магнитные свойства. Но больше об этом почему-то не было опубликованными строчками. Видели астронавты на поверхности Луны какие-то странные следы. В том числе и похожие на колею от какого-то транспортного средства. 1 августа 1971 года астронавт Аполлона-15 Джеймс Ирвин докладывал по радио Центру управления. Уверяю вас, прямо-таки отличная трасса. Никак не приду в себя от этих линий, что тянутся по склону горы Хэдли. Самая организованная структура, которую мне приходилось когда-либо видеть. Сверху донизу у следа удивительно ровное уплотнение. А через полтора года загадочные следы обнаружит экипаж Аполлона-17. Похоже, их оставили какие-то громоздкие предметы. Только в окрестностях лагеря астронавты насчитали 34 следа длиной от 100 метров до 2,5 километров. Иногда в конце колеи находили огромные валуны. Но в большинстве случаев их не было. Что же тогда оставило по разду? Если камни, то куда они исчезли? Эти данные опубликованы в 1973 году в предварительном научном докладе по итогам полета Аполлона-17. Кто перекатывает валуны на Луне? На этот вопрос ответа в докладе не было. Подобные следы и булыжники явление для Луны не уникальное. Вот снимок, который был получен за несколько лет до полета Аполлона-17. На нем хорошо видны борозды от огромных камней. Причем один из них в верхней части снимка не скатывался вниз, а вылезал из небольшого кратера наверх. По размеру большой валун не уступает солидному коттеджу. Почти 23 метра в поперечнике. Что это? Средство передвижения? Иная форма жизни? Ответа сегодня нет. Как, впрочем, нет объяснений самодвижущимся валунам на Земле, в частности, в долине смерти в Калифорнии. Странные объекты запечатлены на фотографиях, сделанных с лунной орбиты. Одни из них напоминают мосты, арки, другие похожи на трубопроводы, третьи на большие механизмы, полупрозрачные замки, башни. Подобных загадок на фотографиях немало. Что-то похожее на машины видели и астронавты. Так экипаж Аполлона-16 прямым текстом сообщал, что видит на склоне лунной горы нечто напоминающее какие-то механизмы. Направили туда телекамеру. И Центр управления полетами ответил, хорошо, видим два объекта. Продолжайте трансляцию. Продолжайте правило. Продолж Daniel Page. Продолжим следует... Редактор субтитров М.Лосева М.Лосева hiss